МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире МСНДАЖЕ, студия Александр Соколов. Здравствуйте! О главных событиях мира Украины и Николаева, как обычно, в это время. С драки началось 8 апреля. Пленарное заседание Верховной Рады Украины. Лидерком партии Петр Симоненко, выступая с парламентской трибуны, заявил, что в событиях, которые произошли в восточных регионах Украины, виновата действующая власть. По его мнению, сепаратистские выступления были организованы не извне, а местными жителями. При этом к Симоненко подскочили нардепы от свободы и оттолкнули его от трибуны. На защиту кореги стали нардепы от КПУ и партии регионов. Между депутатами завязалась драка. Спикер Александр Тручинов вынужден был объявить перерыв. Парламентарии ужесточили ответственность за преступления против национальной безопасности. Внесены изменения в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми увеличены сроки лишения свободы за призывы к изменению государственной границы, за захваты аэропортов, портов, вокзалов, аэродромов, за переход на сторону врага в условиях военных конфликтов. Уголовный кодекс дополнен новой статьей, которая устанавливает ответственность за препятствование деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с действующим законом. За это грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. То же деяние, если оно привело к гибели людей, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. В Донецке сепаратисты сдали часть захватченного оружия. Об этом издании «Остров» сообщил мэр Донецка Александр Лукьянченко. В то же время активисты продолжают удерживать здание облгосадминистрации. Александр Лукьянченко заявил, что сепаратистские лозунги, которые звучат сегодня на востоке Украины, незаконны и неприемлемы. Но он считает, что это последствия неправильной политики бывшей власти и нежелание вникать и понимать проблемы региона со стороны новых властей. Выборы мэров городов с населением свыше 500 тысяч жителей пройдут в два тура. За такое решение проголосовали сегодня нардепы. Принятый в парламенте закон позволяет провести местные выборы одновременно с президентскими, не создавая дополнительных избирательных комиссий. Это позволит значительно сэкономить бюджетное средство. К событиям в Николаеве. Штурм у блгосадминистрации, анонсированный пророссийскими силами на 7 апреля, провалился. Ночью произошла массовая драка между евромайдановцами и пророссийскими силами. В результате палаточный лагерь сторонников федерализации Украины возле памятника героям Альшанцам снесли. Как это было, знает Олег Гордей. Вечером вблизи Николаевской ОГА собрались порядка сотни активистов с флагами России Николаев. После продолжительного скандирования речевок пророссийские силы перешли к активным действиям. Но прорваться сквозь плотный кордон милиции им так и не удалось. Подобных попыток было около трех, и все закончились неудачно. Самых активных задержали, погрузили в автозаки. Но люди не расходились. Тем временем со стороны мэрии стали собираться представители народного ополчения Майдана и правого сектора. Их было значительно больше, около 400 человек. Со временем они переместились под постамент, где раньше стоял памятник Ленину. Душу и дело мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы братья Козацкого рода. Затем группа проукраински настроенных граждан направилась в сторону пророссийских активистов. Они выдвинули ультиматум до 23.00 убрать палатки возле памятника, иначе пригрозили сделать это собственноручно. Когда срок ультиматума истек, ополченцы пошли в атаку. С обеих сторон зазвучали взрывы пиротехники. Милиция старалась рассоединить обе стороны, но этого у них не получилось. Активисты слеснулись в рукопашном бою. В ход шли палки, биты, арматура, камни, фейерверки, слезоточивый газ и даже травматическое оружие. В результате 30-минутного противостояния пророссийские силы были оттеснены, а палаточный городок полностью снесли ополченцы. На месте палаток сотрудники милиции обнаружили травматические пистолеты, пиротехнику, биты и палки. Как сообщают медики, в результате столкновений пострадало 15 человек. 11 из них госпитализировались с травмами различной степени тяжести, переломы, контузии, ранения головы и ранения от выстрелов из травматического оружия. 14 человек задержали сотрудники правоохранительных органов во время противостояния на площади возле памятника Альшанцам. Дальнейшие расследования милиция будет проводить, основываясь на оперативных данных и видео, отснятом на месте столкновения. Об этом местным журналистам рассказал начальник управления УМВД в Николаевской области Юрий Седнев на пресс-конференции. Начал пресс-конференцию Юрий Седнев с почасовой хронологии вчерашних событий. Рассказал, как защищали здания ОГА, как пытались не допустить столкновений и в итоге, что нашли на месте лагеря пророссийских активистов. Изъят еще один топор, 25 фрагментов металлических труб, два ножа, два предмета, похожих на револьвер. Вот они здесь представлены. Один предмет, похожий на пистолет, не револьвер, а именно пистолет. И также пневматическая винтовка с оптическим прицелом. Это то, что было изъято с места происшествия. И это не считая множества бит и палок. Последними активисты вооружились, разобрав флагшток с украинскими флажками, который стоял возле памятника. Все задержанные, по словам Юрия Седнева, на данный момент опрошены и отпущены домой. Также главный милиционер области рассказал, что вследствие столкновения получили травмы 11 человек. Все задержанные и пострадавшие местные. Утром возле памятника Альшанцам не осталось даже намека на вечернее противостояние. Это если не считать работы коммунальщиков. Каким город увидел сегодня место, где почти два месяца стоял пророссийский лагерь, расскажет Ольга Гончаренко. С самого утра возле Альшанцев кипит работа. Мужчины моют асфальт. От последствий бурной ночи женщины перекапывают газон. Вытоптаны пророссийскими активистами. Ни палаток, ни российских флагов. Только правоохранители курсируют по парку. Одни из них изучают место происшествия, другие следят за безопасностью. Пророссийские миколаевцы пошли у подпиля, пока коммунальники прибирают место, где стоял их табор. На очах майже кількох загонев милиции они спромоглися взорвать украинскую символику на автомобиле припаркованном біля площади. После прошедшей ночи изменился и внешний вид постамента, на котором стоял памятник Ленину. Похоже, активисты Николаевского Евромайдана решили взять пример с полтавских и херсонских коллег. Там опустевшие постаменты расписали украинскими орнаментами или написали на них стихи. Честно говоря, николаевские активисты подошли к этому вопросу менее творчески. Ольга Гончаренко, Павел Ткаченко, MSN Digest В пятницу, 11 апреля, сразу три телеканала «Март», «Николаев» и «ТАК-ТВ» проводят телемарафон под названием «Николаев. Мы вместе». Он посвящен сбору средств для украинских военнослужащих и их семей, а также для поддержки вынужденных переселенцев из Крыма. Марафон стартует в 17.00. К событиям в мире. Прямые переговоры между США, Россией, ЕС и Украиной по поводу мирного решения украинского кризиса могут состояться уже в ближайшие 10 дней. Такую возможность обсудили госсекретарь США Джон Керри и глава МИД России Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс Украина». В разговоре с Лавровым Керри сообщил главе российского МИДа о том, что США с особой озабоченностью следят за событиями, которые происходят в Харькове, Донецке, Луганске и Мариуполе. Глава американского внешнеполитического ведомства призвал Россию публично объявить о непричастности к действиям сепаратистов. Вот уже шестой год подряд на Трафальгарской площади в центре Лондона проходит массовая драка набитыми пухом подушками. В грандиозном побоище в этот раз приняли участие несколько сотен человек, сообщает издание «Корреспондент». За последние шесть лет день боя подушками стал знаковым международным событием, которое помимо Лондона проводится более чем в сотне городов мира. По словам организаторов праздника, своей акцией они хотели позволить людям выпустить пар и дать, наконец, волю своим чувствам. Кстати, драчуны не имеют права атаковать людей с камерами и безоружных прохожих. Может, наших парламентариев стоит вооружить подушками? Ведь еще ни разу пуховые драки не перетекали в агрессивную перепалку или кровопролитие. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин